События итоги дня на областном телевидении 311 29 47 и мы продолжаем. Сейчас узнаем всю правду о жизни мигрантов из Средней Азии в Екатеринбурге из первых рук от автора видеоблога «Я таджик». Вначале именно о нем расскажем. Последние новости из жизни приезжих почти год рассказывает в своем видеоблоге мигрант из Душанбе Парвиз Абдулуев, учителя английского и корейского языков в Екатеринбурге уже 8 лет. В его зарисовках, экскурсии по самым красивым местам. Понял, да? Красиво, да? Привет, говорю. Классно. Классно, да. Вообще-то красиво дома. В прямом эфире Парвиз учит готовить и гуляет по продуктовым и вещевым рынкам, бывает на городских праздниках. Блогер знакомит подписчиков с друзьями-мигрантами из соседних республик, которые приехали в столицу Урала на заработки. Продавцами, парикмахерами, врачами. Канал Парвиза смотрят почти 20 тысяч человек. И наш гость Парвиз Абдулуев. Парвиз приехал в Екатеринбург из Душанбе, где работал учителем английского и корейского языков. Автор ютуб-каналов «Я таджик» и «Санбой ТВМ», на которых рассказывает о жизни таджикских, узбекских и киргизских трудовых мигрантов в Екатеринбурге. Здравствуйте, Парвиз. Здравствуйте. Здравствуйте, Парвиз. Спасибо, что пришли. И приглашайте вашего товарища Абду Сиддик Хасанов. Представьте нам его. Абду Сиддик – самый близкий мой друг в Екатеринбурге. Мы здесь познакомились. У него тоже канал есть, «Рамазон А4». Тоже блогер? Да. У вас пошли. У меня это по пранке, про все такое. А, молодежный блог. Да, молодежный. Ваши блоги на каком языке? Кто их смотрит? Русские, таджики, англичане вы английский? Мы больше всего разговариваем по-таджикски и по-русски. Иногда придется разговаривать по-английски. Когда в Екатеринбурге больше всего туристы приходят, мы с ним встретили в Исоцке, в разных местах Екатеринбурга. Также придется по-английски общаться. А когда у нас встреча будет с узбеками и кыргизами, придется с ним тоже так же вопрос задаем по узбекски, кыргизски и другим языкам. Парвиз Абду Сиддик, мы хотим, чтобы вы сейчас рассказали, как вы видите нас. Ну, во-первых, приезжают на заработки, у вас плохо все с экономикой на родине. У нас все хорошо, у нас там просто больше всего народов, так же, как в России, уходят на другом, на Европу, на зарабатки и так же путешествуют. Вот. Нам тоже нравится, вот, в Россию приехать, ну, посмотреть в городы и так же зарабатывать. Здесь можно хорошо заработать? Да, можно. Я не знаю, вообще-то я учусь, я еще не зарабатываю. Вы отсылаете деньги домой? Ну, принято считать, что мигранты здесь тяжело работают, ночуют в каких-то вагончиках, отсылают все деньги домой и на этом держится экономика Таджикистана. Это было, все это было раньше. Было? Да. Сейчас нет вот такого. Есть, но очень мало людей, которые мы тут действительно, мы видим, что они живут в вагоне. Больше всего наши, все здесь, сейчас в Екатеринбурге, живут семейные. В отдельной квартире, собственные квартиры, больше всего у них есть. Знаю таджиков, которые еще есть здесь, несколько квартир. Ну, то есть уже не мигранты, уже жители непосредственно Екатеринбурга, Екатеринбурга. Я хочу уточнить, это люди, которые переехали в Россию или приехали на заработки, заработать, отправить деньги и потом вернуться? Есть люди, которые приехали в Россию и остались здесь, как жители Екатеринбурга стали, в России. Есть люди, которые приехали здесь и покупают собственные квартиры, живут примерно 10-20 лет или 5 лет. Каждый год они уезжают с семьей домой и возвращаются на заработки. Они получают гражданство российское? Да, естественно. То есть они становятся гражданами России? Да, у нас двойное гражданство. Им нравится в Екатеринбурге? Естественно, больше всего я им вот этот вопрос всегда задаю, как вам Екатеринбург. Они больше всего отвечают, что лучше, чем другие города, Екатеринбург лучше, чем в России. Лучше, чем Москва, лучше, чем Санкт-Петербург, лучше, чем Калининград, там тоже много мигрантов. Ну, естественно. Потому что там больше всего они не успеют, точно не успеют. Они не могут сделать документы на проживание. А здесь, в Екатеринбурге, легче, чем в другом месте. А, Лучше, Дик, как на вас смотрят екатеринбуржцы? Нормально. С высока, не с высока? Ну, по-разному. Слушайте, но есть простой штамп, что приезжие мигранты, это дворники, строители, то есть люди, которые занимаются физическим трудом, требующим низкой квалификации, которой мы заниматься не хотим. Нет, здесь есть люди, которые занимаются высшим уровнем, например, доктор, учитель, также учитель работает, и шофер, и также у них есть собственная фирма свои, как у меня тоже, здесь я работаю не дворником, и не это, у меня есть своя собственная фирма, ООСомбой, также у других есть. Но бихатон-то кто кладет? Не понял. Бихатон кто кладет? Плитку, плитку. Плитку? Да, да, да. Но есть люди, которые приезжают здесь, которые, они не образованные, которые остались в 90-е годы, когда у нас была война, вот в этом время они не учились, не успели учиться в школе. Они приезжают здесь, зарабатывают, но на 6 месяцев, на год и уезжают обратно домой. По вашим ощущениям, как к вам относятся к Екатеринбургской? Как к равным, как к низшим, как к обслуге? Равновесие. То есть и то, и то есть, или ровно, все ровно? И то, и то есть. Можно говорить даже ровно. Да, ровно. Таганский ряд, это город в городе? Нет. Какая-то своя там отдельная жизнь есть в Таганском ряду? Да. Которая неизвестна, например, нам, живущим в Екатеринбурге, вокруг Таганского ряда. Нет, нет такого. Просто там Таганский ряд, как сказать, там очень много мигрантов, которые занимаются торговлей. У них есть свои фирмы, которые привозят из другого страны, из другого места. Здесь шмотка и обувь продают. Из-за этого там Таганский ряд, ну, как вы знаете, все мигрантов. Таганский ряд скажет, все знают, что все таджики, узбеки, киргизи. Все там. Да. Но нам кажется, что это какое-то маленькое отдельное государство, куда нам особо не зайти местным. Нет, это не то. Потому что, когда, да, когда Таганский ряд был, сходили блогеры, которые русские, их не позволили заходить туда, в Пекине. Блогеров? Да, в Пекине. Когда я сам захожу, мне даже, они сами приглашают, чтобы приходить снимаю. Вот кафешка открывается или ярмарка бывает, они сами позовутся сюда. Абдущий Дик, вы на кого и где учитесь? Я учусь на школе. В школе? Да, в школе. Не в институте? Нет, мне еще 17. 17 лет, вы школьник? Да. Какая школа? Школа 149. Вы гражданин России? Нет. Нет? И при этом учитесь в школе? Да. Как вам в нашей школе? Ну, я говорю в нашей, потому что раз вы не гражданин России, то это наша школа. Да, нормально. Вы успеваете по всем предметам? Ну, почти. С какими предметами проблемы? Математикой. Ну, с математикой. Как всегда. Дальше вы собираетесь жить в Екатеринбурге, в России, возвращаться в Таджикистан? Ну, я еще буду здесь на времена. Потом в Таджикистан поеду. А вернетесь? Да. Почему не останется? Ну, не знаю еще. Не решил на это вопрос. То есть поступать здесь, в Екатеринбурге, в ВУЗ какой-то не будете? В институт? Нет, в институте здесь буду учиться. А потом все равно возвращаться? Да. После института уже возвращаться? Да. А, ПРВИС, вы чувствуете себя екатеринбуржцем или нет? Или все-таки вы чувствуете себя приезжим, который здесь, ну, как-то временно? Ну, если честно, как говорят, гости хорошо, дома лучше. Естественно, мы в другом стране всегда считаем себя гостей. Мы обязательно вот приехали. У нас отношения не как гости, как местные, с местным людям. Но мы всегда думаем, что мы гости в этом стране. Многие ли ваши, еще раз повторю этот вопрос, многие ли ваши соотечественники хотят остаться и остаются в Екатеринбурге? Потому что вот это важно. Да, да, действительно, я встретил человека, который об этом сказал, что я больше не хочу обратно в Таджикистан, потому что там ему нечем делать. Потому что он так-то не учился там и не может зарабатывать нормальные деньги. Последнюю минуту. Вот я таджик, представьте, я приехал из Таджикистана, ничего не знаю про Екатеринбург. Расскажите мне за минуту о Екатеринбурге. Екатеринбург. Я могу сказать вам, что Екатеринбург, центр мигрантов, это Таганский ряд, место, где мигранты больше всего, это дековоз. И также есть в городе Екатеринбурге очень красиво, очень много интересных мест. Если хотите узнать, посмотреть все города, тогда Весоцкий, если вам интереснее местечко, чтобы там с народом встретиться, разговаривать. Это плотинка 1905 года. Если хотите узнать про историческое место Екатеринбурга, также есть клавиатура и парки в Екатеринбурге. Весоцкий, ну это парк, который мы... ну парк очень много здесь. Мы каждый, кто приезжает сюда, они хотят, если у них есть выходные, мы его туда гуляем и показываем. Даже рассказываем, что в Екатеринбурге вам не скучат. Какое-нибудь одно слово, мы об этом говорили в начале, которое характеризует город, вы можете назвать? Ну добрый, жестокий, храбрый, смелый? Ну добрый, это естественно, потому что мы встретились с людьми, которые старше нас, ну старше пожилой люди, всегда выступают, когда у вас ребенок на руках, или вот ходите трамваи, да, пожилой женщине приходят. Спасибо большое, это была экскурсия виртуальная по Екатеринбургу от паровиза Абдулоева. Мы готовы продолжить сразу после выпуска событий, смотрите большую рубрику «Спорт» с Александром Кеселем.